Ну что, друзья, следующий урок. Давайте сейчас мы рассмотрим вот эту самую американскую трехступенчатую модель. А на следующем уроке мы ее скорректируем с учетом нашей ниши. Итак, что за трехступенчатая модель? Ее разработали, я не знаю когда, и я не знаю, кто ее разработал, но она действительно крутая, ее используют все по всему миру. Состоит она в чем? Так называемый лид-магнит. Это что-то ценное, что мы даем клиенту бесплатно в обмен на его контакты. Вот в интернет-маркетинге, например, эта тема работает. Мы ему даем, например, какой-то чек-лист огромный или какой-то каталог проектов, например. То есть для клиента он имеет значение, имеет важность, и он взамен охотно отдает свои контакты. Все, он к нам попадает в базу, это очень круто. И в то же время он получает какой-то файлик, наслаждается, смотрит, сопоставляет со своими желаниями. Так, и эта штука называется лид-магнит. То есть это первое что-то, что имеет ценности, мы даем клиенту бесплатно. Второе это tripwire. Tripwire, что это такое? Дословно переводится, это как веревочка, по которой ты идешь. Вот знаете историю с лабиринтом, там, когда человек заблудился, и у него есть такая, он шел в ту сторону, разматывал веревку, а потом по ней возвращается обратно. Так вот, tripwire это и значит trip, это путь, wire это веревка. Это такой вот направляющий элемент, который потихоньку ведет нас к конечной цели. Давайте особенностью, есть две особенности у tripwire. Tripwire это какая-то микропродажа, которую мы делаем в первую очередь для того, чтобы породить с клиентом доверие. Итак, две основных особенности tripwire. Первый, он должен иметь колоссальную ценность для клиента. Желательно, чтобы она была в 10 раз больше, чем его стоимость. Ну и второй момент, как раз это низкая стоимость. То есть это очень легкий порог принятия решения и начало отношений. Для чего это нужно? В самом начале я говорил то, что с человеком необходимо установить доверительное отношение, первое. Второе, сделать так, чтобы у нас исчез порог вот этот принятие решения, когда человек ноль и человек должен отдать 3 миллиона рублей. Это колоссальная стена. Как раз таки, когда человек покупает tripwire, мы с ним становимся в одной лодке, мы с ним становимся друзьями, все остальные становятся конкурентами. И человек уже с легкостью отдаст потом 3 миллиона рублей без каких-либо колебаний. Это проверенная тема. Не спрашивайте, почему. Просто так устроен мир и так эта тема работает. Значит, когда человек покупает что-то ценное за очень маленькие деньги, он просто пропитывается к нам доверием, благодарит нас. И мы уже переходим к третьему моменту. Это называется core offer или основной продукт. Но в нашем случае это строительство дома уже. То есть это самый большой чек, финальная цель того, что мы хотим сделать, это построить ему дом. И здесь человек платит нам уже по фулл прайсу, по полной цене. Теперь хочу привести пример, как это работает в мире. Приведу один пример, но самый популярный. Магазины IKEA. Когда-то они к нам в почтовой ящике прислали вот такие толстенные каталоги. Но это было лет 15 назад. Как бы не суть. Сейчас вся эта штука плавно перекочевала в интернет. Мы можем на айфоне скачать себе каталог IKEA и им пользоваться спокойно. Что это такое? Это как раз вот этот самый лид-магнит. Мы удовлетворяем свое любопытство, смотрим, как живет мир, ищем подборки дизайна интерьера, еще что-то. В IKEA получаем, ну, такой, знаете, для мозгов целый этот, ну, очень много удовольствия, когда мы листаем эту штуку. И получаем ее бесплатно, по сути. Вот это и есть лид-магнит IKEA, их каталог, их каталог дизайнерских решений. Что мы делаем дальше? Мы приезжаем в магазин к IKEA, да, и начинаем, что делать? Мы же не покупаем там кухню за 500 тысяч или диван там за 200 тысяч. Мы сначала начинаем ходить и покупать какие-то фигни. Подставку для телефона за 150 рублей. Ребенок у нас, крысу попросит, застольник. Не знаю, какой-то стульчик, может быть, какой-то. Ну, начинаем всякую фигню собирать, ходить по IKEA, да, низко, ну, как бы, с маленькой ценой. Приезжаем домой, этим пользуемся, наслаждаемся довольно шведской качеством, туда-сюда. И потихоньку пропитываемся уважением клиента. Это и есть трибвайр, вот эта веревочка, по которой мы идем дальше к покупке основных продуктов. Ну и все. Второй раз туда поехали для офиса мебели, закупили на 10 тысяч. Третий раз поехали на 50 тысяч, вообще для всей компании понабрали чего-то, домой себе что-то купили, лампы, торшеры, занавески. Ну, короче, и все мы этим наслаждаемся, пользуемся и радуемся. Ну и все, пришло время покупать диван. Мы не поедем на местную, там, я не знаю, казанскую или московскую фабрику за тем, чтобы купить диван. Мы знаем, что в IKEA мы получим гарантированное качество. И идем, покупаем туда диван за 100 тысяч рублей. Хлеще того, после этого мы идем и покупаем кухню за 400 тысяч, потому что мы знаем, что она качественная, что хорошо работает, что любой косяк на протяжении всей жизни кухни, и эту кухню нам поменяют. Все, мозги так устроены, то, что доверие плюс ценность, плюс срочность порождают желание идти только в IKEA. Вот такой простой пример. В принципе, у нас в стройке тоже самое, только чуть-чуть быстрее, при помощи тех инструментов, которые мы внедряем, еще и очень гармонично и классно все это проходит. Ну ладно, в следующем уроке мы рассмотрим систему, как она, та же самая система, как она устроена в продаже строительства домов. До встречи!